Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 551, тема взаимоотношения. «Целый день в соседней комнате у внуков гремит телевизор, так что невозможно ни помолиться, ни отдохнуть. Можно потихоньку его сломать, или это грех? Я уже два раза это делала, но они в тот же день отремонтировали и стали подозревать меня», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Эти внуки и дети ваши – ваша кровиночка. Это плоды того, что вы высеяли в юности. Благодарите Бога, что они вам об этом напоминают, и старайтесь к ним даже не заходить, но молитесь о них. И не показывайте даже, как вам тяжело. Если вы ночью будете на молитве, то днем телевизор вам даже не помешает, а на ночь они его не включают, и вам ничто не помешает вылезти из-под теплого одеяла. Во время сеансов Кашпировского чумака вся страна заряжалась энергетикой, выдавливая из себя все болезни навсегда. Так что вместо одного выпавшего зуба вырастало три. Некоторые православные тайно выливали воду, которую заряжал бес, и наливали туда детям и внукам святую воду, освященную в православных храмах. Теперь нет ни Кашпировского, ни воды, а осталась чума и болезни. Это все борьба на уровне языческого сознания. Я испытал силу Божию, какую Бог вложил в слово свое. Когда после проповеди о Христе вся камера в тюрьме решилась не курить, и все ядовитое зелье спустили в канализацию. Беседовал с одним подвыпившим юношей, который держал в руках бутылку водки. Он тут же размахнулся и вдребезги разбил ее. Или когда я проповедовал у самой Красной площади в Москве на выходе из храма, вдруг подошла одна из слушательниц и вложила мне купюру в раскрытый Новый Завет и сказала, «Помолись, чтобы Хрущев скорее сдох». Нужно сеять разумное, доброе, вечное всегда и всюду, ибо для слова Божия нет уз, и тогда вы можете быть свидетелем того чуда, которое видел я, стоящие перед вами. Мне пришлось говорить о вреде телепередач. А у людей точно так же дети и внуки смотрели этот разврат. Хозяин раскрыл окно и выбросил телевизор с девятого этажа. А священник протоиерей, кандидат богословских наук, несколько дней назад купивший телевизор последней модификации, тут же поехал домой и попросил епархиального шофера помочь вынести его и сбросить в глубокий каменный карьер. «Я вижу, что некоторые не верят этому», и вспоминаю слова Григория Низского, брата Василия Великого, который рассказывал о чудесах, какие Бог сотворил через его родную сестру, святую Макрину, и ему так же не верили, и он сказал, «многие верят только в то, что они сами могут сотворить». Когда я приехал к моему родному отцу, у них был телевизор, а я говорил против этого рогатого ящика, хотя и не прикасался к нему пальцем. Они спрятали его в бане под полком. Бесом смотреть во время ночных кулачных боёв? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова